всем доброе утро наряжаюсь собираюсь наливаем водичку наливаем кофе и будем творить будем покорять мир здравствуйте девочки добрый день сегодня у меня небольшой банкет у меня смотрите кто и кто новенький да кто новенький так может сейчас секундочку сегодня четыре дня подряд у меня будет прямой эфир сегодня завтра после завтра и после после завтра буду все в эфире так пока подготовка пока наливая кофе пока зрители собираются добрый день что четыре человека самое новинки у меня будут воскресенье почему новинки будут воскресенье накрываю свои любезные соседушки это будет у меня авокадо запеченная жульеном это я сниму отдельно изначально для закрытой группы хочу сделать желе заливное в дыне форме сердечка воскресенье но наверно буду делать в субботу вечером в заливное в дыне форме сердца наверное это буду экспериментировать в субботу вечером мало ли мини период экспериментирую на знакомых которые которые если что не так меня диана добрый день рада видеть если что не так они меня поймут и простят поэтому эксперименты мне нужно там были детские день рождения хочется что-то новенькое хочется заказывают все заказывают все то что видит заказчик на моей страничке что и заказывать почему заказывать потому что они новые они еще не ели им хочется это же это же им хочется повториться а мне хочется новенькое поэтому получается так вот что тренируемся на своих добрый спасибо большое опять опять виктор с нами очень рада очень приятно спасибо воронеж добрый день так ну что набираем бокалы поднимаем бокалы с водой у меня уже я уже наверное грамм 700 сегодня не попробуйте сделать желе с шампанским желе шампанским но уже по поводу виктор спасибо большое желе с шампанским знаете лучше делайте желе с белис это я смешивала сгущенку кофе и что еще смешивала сгущенку кофе и коньяк 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 смешивала очень вкусно я же носила вот это вот желе из шампанского я же носила на свою тренировку и девочки проанализировали сказали что домашний были с гораздо вкуснее но там есть такой момент по были су что сначала получается как бы сгущенка по превращается в хлопья но потом все это процеживается и получается нормально попробуйте в небольшом количестве хотя бы грамм от 200 залейте и самое интересное что алкоголь не теряет свое свойство алкоголя представляете неделя-две уберите в пакет завяжите алкоголь остается в желе то есть прикольно так вот вкусить можно но это желе не может быть основой алкоголя все должно быть даже быть жидкие напитки добрый день девочки это чисто знаете даже вот ну ради ради интереса ради себя когда есть время так что на досуге сделайте так что здесь на что сегодня у нас делаем шпинат на рулет сегодня делаю шпинат на рулет немножко в меньшей дозе опять повторение так куриную палочку жарю потом разрезаю смотрите как-то в прямом эфире так она в холодильнике куриная палочка и делю ее на 6 частей из куриного фарша начинки бекон начинка сыр и овощи прикольно смотрится вот на небольшую компанию то есть на 6 человек одна палочка вполне хорошо заворачиваем меренгу еще одну с утра я уже заворачиваем меренгу берегу заворачиваем еще одну делаем крем жарю курицу с адыгейским сыром тоже делали в прямом эфире и как вот дев вот судят за да и опять картошка по-деревенски скажите как мне чем заменить картофель по-деревенски вообще картошку каким гарниром вот на банкета чем заменить да ничем если могу подать гречку если могу подать нет рис я подавала вкусно рис я подавала рожки но невозможно подать картофель никуда его не деть и получается что у меня все получает одно и то же одно и то же так ну что что у меня духовка включена спасибо с богом спасибо духовка включена у меня шпинат уже опять это тут реклама которая мешается так щепотка соли сделаю сегодня на двух яицах овощи люди хотят картофель понимаете люди хотят картофель перец гриль кабачок гриль баклажан гриль я не могу ему отказать в картошке я не могу это сделать это их желание так никуда мы в россии без нашей картошки никуда картошку буду будем жарить жарить паять варить запекать баклажана гриль и перец это это я делаю баклажана мария 38 что ожидает летом мария 38 что вас ожидает летом давайте так рассуждала всегда на этой темы что будет с вами этим летом да это если вы будете сидеть дома сложа ручки либо на своей работе сажал ручки то есть ничего в этой жизни самостоятельно не по ним не поменяете то ничего особенного с вам с вами этим летом не произойдет если же вы будете как-то себя выдвигать менять местоположение быть может работы какие-то места права запровождение кардинально другое тогда вас ждут изменения а если будете сидеть в тик токе на со мной ну вы научитесь готовить вот что с вами будет этим летом доброе утро девочки доброе утро так ну что начинаем а все правильно перепутал брокколи цветная капуста тоже не очень наверное с чесноком да это это девичья еда брокколи а мужикам нужно нужна картошка без проблем мне скажут им приготовь брокколи без проблем сделаю так что это тела блендер заказывает просто всю картошку картошку кофе приятного аппетита спасибо большое так сегодня у меня небольшой заказ 4 дня подряд я буду с вами в прямом эфире сейчас готовлю что на тур лет потом будем запекать сделаем сейчас шпинатный рулет счаса печем потом буду запекать курицу потом будем делать меринговый рулет водичку пьем посылаю позитив ни с кем не с улицы не с кем будут брокколи в кляре смотрите заготовлю птины вопрос смотрите вот брокколи в кляре она уже теряет свои свойства брокколи сейчас заговорю время пробежит в миг чем хорошо брокколи будет овощ да он настолько тяжело перевариться организмом что организм при переваривании брокколи теряет больше калорий чем сам брокколи при переварите тяжело переварится это хорошо но когда татьяна добрый день когда мы делаем брокколи в кляре что мы делаем мы полностью меняем кардинально блюдо то есть брокколи становится жирным в кляр тесто то есть мы переводим продукт кстати знаете что наверно нужно сейчас скажу нужно верным не просто зажарить и выложить ну пусть будет в кляре пусть будет в кляре кстати спасибо за мысль да я разделу и выложу на свою страничку в как в дополнение к картошке в дополнение картошки так скажу потому что без картошки но никуда девочки по шпинатному рулету кто первый раз сегодня я делаю небольшой сегодня делаю шпинат рулет на двух яйцах обычно делаю стандартный рулет на трех яйцах 3 яйца 50 грамм муки щепотка соли яйца желтки пробиваешь желтки пробиваю со шпинатом в общем смотрите за техника смотрите блендер у меня браун кстати очень хорошая штука много лет служит очень даже заходит заходит просто свойства меняет я не спорю что он не заходит просто меняет полезное свойство вот все как цветная капуста да я сделаю и предложу предложу на на своей страничке на своей страничке предложу именно заказчиком надо так все пробить добро до девочки кто подписался кто новенький скоро будем знакомиться пока собираетесь сегодня у меня банкет делаю шпинатный рулет сейчас побольше будет новичков сразу разом все объясню располагаем познакомимся так духовка у меня включена 180 градусов цветной капуста торт на заказ печете или что так сейчас делаю шпинатный рулет в настоящее время прошло на шпинатный рулет что пошевел пока набирайте воду воду набираем для того чтобы пить будем пить вместе пока пример давайте сейчас пока прямой эфир мы с вами будем пить идем пока за водой так водички давайте пьем водичку я смешиваю муку муку с пробитым шпинатом блюдо очень вкусно и она легко делается и они мне не пахучие никакой не вонючая хорошо поедаем и общем на этих днях как ваш миксер называются миксер плохая миксер мулинекс такой миксер как у меня покупать не надо значит на этих днях у меня новые будут блюда это авокадо жульеном жульен авокадо и будет у меня заливное в дыне форме сердечки сердечко что еще будет меня новые будут к новая в прямом эфире будут новые канапешки на тостовом хлебе я для себя разработала уже выложила это все в закрытую группу пошагово очень будут будут кое-какие новиночки будут закрытой группе уже много чего увидел уже много чего вкусил англии новичков это все новое все по шпинатному рулету сейчас я выкладываю выкладывать это все на целиком и выпекать так еще для новичков еще скажу в чем плохо мощность мощность маленькая не нравится мне купила за 6000 вместе со стационарной подставка стационарная где в чашу мешается в общем не хватает мне мощности я с ним не недовольна цена у него было 6000 рублей я думаю что я беру нормальный миксер я думала что 6 тысячи покупаем нормальный миксер солим конечно соль и есть шпинат в белки соль кладем белки лучше взбиваются пред когда когда есть соль естественно да и шпинат тоже то есть он не должен быть постным пустым он должен быть со вкусом так что солим до уже за 6000 миксер хороший не купить она на дорогой я пока но пока этим справляюсь вот как фикс коврик силиконово спасибо пожалуйста вообще где без проблем пожалуйста вот сегодня рулетик у меня будет поменьше размером это меньше будет творожного сыра и поменьше будет у меня рыбки в нем потому что мои сегодняшнее количество человек это всего четыре человека представляете но они заказывают в двойном размере потому что они будут сегодня встречаясь гостей с аэропорта поздно уже поздно встречают и уезжают на дачу уезжать на дачу будут часов до трех ночи до двух сидеть вкушать если все отправляю в духовку вот здесь доза меньше поэтому я оставлю на 8 минут не на десять на эту девчонки по шпинатному рулету давайте нормально стандартный размер который подходит на компанию 3 яйца 200 грамм замороженного спина шпината щепотка соли 50 грамм муки 200 грамм творожного сыра и 150 грамм форели так теперь что у нас так пока я сделаю быстренько крем пока я сделаю крем на меренгу меренга у меня уже испечена на силиконовом коврике до поначалу когда начинала заниматься этими рулетами шпинатами выпекала на пергаментной бумаге я замучилась даже смазав ее маслом это бесполезно он прилипает туда нет это не щавель кислый шпинат не кислый это немножко разные травки так вот выпекаем строго на силиконовом коврике опять жрачка кроме этого что можете кроме этого я могу вот так есть орехи а вы что можете а вы что можете у меня жрачка до творожный сыр крем для меренги мария тридцать восемь будет имя мужчина мария тридцать восемь давайте поговорим на эту тему давайте поговорим будет ли у вас мужчина опять же мужчинах вам надо мне придет правильно нет 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 не берите никакую на ней написано силиканизировано не берите не слушайте никого берите только коврик так будет ли мужчина вопрос да вам с какой целью мужчина нужно с какой целью мужчина нужен в 38 лет нужен ли он вам как таковой эти просто встречаться расходиться я думаю что будет если вы из дома будете выходить будете куда-то ходить как-то искать может быть на сайтах регистрировать ознакомиться сейчас мужчина такие пошли такие мужчины пошли что стоит задуматься стоит ли так и за сиропчиком мария под лежачий камень вода не бежит самое большое количество народах я вообще беру у меня написано в моей шапке профиля в инстаграм вообще написано что до 25 человек было 30 но когда я беру такое количество человеке я не беру под ключ подключенную мне не справиться под ключ я беру в дополнение они там жарят шашлыки и жарят какие-то пловы где-то а я делаю им закуски потому что мне сложно родной я одна и без к без коллектива мария так и шпинат у нас стоит крем делается курица у меня уже размороженным потом буду запекать а сухарики сделаю а потом курица потому что у меня курица даст сок и у меня весь поднос зальет вот этим соком до сухари это что у меня за что у меня так балуются сейчас секундочку родители смотрите для новичков виктор остановитесь пожалуйста не правда неловко у меня болоте болоте 2 смотрите запись я выкладываю в youtube на youtube и не развиваю но смотри кто ценит свое время потому что здесь очень много болтовни вот я хожу туда-сюда сюда туда когда где-то что-то может быть но не успею не догляжу то есть все виктор остановитесь я не могу так то есть все четко кратко это все закрыты группе по рецептам плюс мои голосовые сообщения список продуктов список продуктов подборка меню на ваш стол подборка правильная организация вашего труда чтобы все успели в тот день как правильно там все сделать по полуфабрикатам это в закрытой группе это в instagram затем instagram шапку моего профиля там есть иконочка instagram ткните туда и вы попадете на страницу где занимаюсь пять лет кстати там будет розыгрыш кукол виктор щедрый да наташка добрый день добрый день дорогая то есть там будет еще розыгрыш кукол тоже обратите внимание кто будет на страничке куклы великолепны они за такие такие милые участвуйте в розыгрыше вот запись прямого эфира будет но это много это долго это долго белки в тесто шпинатов белки мы отдельно сбиваем вот только за делал я делаю все в прямом эфире в принципе все рецепты просто нужно это схватить понимаете я говорю кто дорожит временем тот приходит камень закрытую группу так разбиваю крем должен быть плотно сейчас делаю крем на меренгу шпинатный рулиф запитаем 10 минут но нужно сводить после духовки духовки все разные шпинатный рулиф не должен менять цвет он должен оставаться зеленым если он становится багровым таким вот так коричневатым все вы его пересушили тут надо смотреть можно посмотрю сейчас а когда мы посмотрим Может модераторы помогут, пока я шумлю, помогут модератору объяснять. Так, секундочку, будем знакомиться, я только выключу, будем знакомиться и скажу по миксеру. Так, нужно посмотреть, посмотреть духовку, включила на 8 минут, потому что у меня сегодня доза меньше, доза меньше, ага, вот даже, вот даже хватило 7 минут, потому что у меня сегодня на 2 яйца, а не на 3 яйца. Вот он зелененький, цельный, смотри, какой цвет яркий, обалденный. Так, миксер у меня, миксер у меня, в общем, нужно мне его перевернуть, сейчас довзбиваю и переверну. Секунду, нужно правильно организовывать свое место. Я скину с горячего противня, чтобы он у меня уже остывал. Если будет стоять на противне, он будет горячим у меня. Доброе утро! 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 а я не помню может быть не 300 господи так 300 300 у меня мощность 300 вот вот этим миксером 300 ватт я не могу взбить меренгу на пирожное павлово мне хватает мощности получается уже не получается то есть 30 . нечего что 300 это не спасибо вы больше меня знаете чем застывает шпинат пусть пока остывают это поставлю выпекать курочку добрый день дорогие сюда это пока сюда это пока у нас будет выпекаться наша . позу привет хорошо привет привет так курочку мы с вами делали не успела видеть как шпинат на тесто ли она ну сейчас уже сейчас уже как сказать либо ждать 2 и следующего эфира поставить уведомление об усилили вы присоединяется в группе так и запись будет в ю тубе запись будет повтор записи будет в ю тубе но там все конечно это опять же долго так курочку мы с вами делали в прямом эфире кто новенькие у нас причине погода у нас хорошая у нас 25 градусов в казани до понравилось но немножко были разные интересы с детьми дети мне охота походить по моим интересам уже как-то так нужно без детей как съехать туда так курочка без костная совсем кости мы достаем полностью достаем сюда в прямом эфире я делаю этих куриц сделаю рулет это для новичков косточка остается только здесь и косточка остается вот в ножках которые ножки завязаны курица начинена адыгейским сыром адыгейский сыр чеснок и зеленый гром и молния чуть-чуть еще и до соли и я поставлю ее температура 180 платья за супер спасибо большое 180 градусов на 30 минут потом я температуру убавлю сейчас подалью еще водички многие спрашивали как запекать курицу так вот как-то так просто чтобы она не пересохла вода она испарится вода она испарится курицу я не смазываю сверху почему запекать на мангале такая курица на мангале вас скорее всего не пропечется в тандыре пропечется на мангале она же толстая ну тут надо не знаю пробовать пробовать я вот не не рискну сыр про сыр тоже говорю когда делаем курицу покупаю сыр и обязательно его пробуем если сыр адыгейский без солы а бывает такой да он как как творог мы его подсаливаем вкусной соли разморода она у меня лежала в холодильнике то есть она мне разморожена она конечно не совсем вот такая но она была у меня сутки в холодильнике естественным путем размораживалась да если вы сунете заморожена у вас вверх обгорит внутри может быть в просто не не прогреться все сто 80 градусов убираю на 30 минут так сейчас что мы делаем все попьем воду спасибо за фирм и оформили мишки на юбилей шикарный стол пожалуйста пожалуйста если все что-то получилось то сыром девочки можно заморозить так предыдущего пожалуйста 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 оставайтесь со мной смотрите за эфирами присоединяйтесь к закрытой группе быть можно больше получите информации так сыром так мы замораживаем такую безвкусную курицу с адыгейским сыром чесноком и зеленью замораживаем крупы рис круп рис булгур перловка греча греча замораживаем смело а вот картофель нет сыр очень соленый можно вымачивать в воде насколько соленый сыр тогда конечно же знаете я вот не сталкивалась сильно соленым сыром это получается как брында что ли 3 белка 200 грамм шпината ты все три яйца делим белки с желтками и 50 грамм муки по шпинатному рулету по сыру вот не знаю я вот дети не технолог попробуйте вымочить сделайте с крупой сделайте с крупой крупы великолепно крупа должна быть вкусным вымачивать молоке я вот даже не знаете держи не сталкивалась и о чем говорит что я не шеф повы я такие моменты вот и даже не знаю так что мы на что я не ответила я не ответила еще как попасть закрытую группу заходим шапку профиля тик-топа туда заходим нажимаем на instagram instagram это я занимаюсь пять лет именно там фотографии фотографии которые можно увеличить и отскани увеличить посмотреть как выложено блюдо это в instagram моем открытом профиле и лошадке профиле тик-ток есть пониже ссылочка нажмите на ссылку и почитайте как попасть что такое закрытая группа как в нее попасть можно вымачивать что здорово технолог здорово оставайтесь со мной мне нужны будут ваши подсказки потому что я не сто процентов как долго вымачивать сыр мы затрагивали когда я училась мы затрагивались был предмет технологии но ломти резки нет нет я покупаю если что на это тоже нарезной либо сыр крупу не солить или сыр соленый если вы делаете крупу вы делаете крупу отдельно сыром не смешивайте крупа отварная крупа отварная овощи лук морковь жареные обязательно чеснок и вкусная соль гарнир крупа должна быть вкусной и вот этим вы начиняете начинайте в ноги напихиваете эту крупу вкусную рис булгур гречи перловка все это замораживается и хранится виктор пять ночи на опять опять начинаете прекращайте так что у меня еще а пока знаете что пока еще остывает на 4 6 часов воду ничего себе так осталось шпинат я пока пожарю учиться готовить шурпа когда будете готовить шурпа готовлю редко в основном шурпу готовлю для себя для себя как буду готовить сниму сниму в закрытой группе скорее всего у меня там есть в закрытой группе мясной густой мясной суп он наподобие шурпе наподобие только наградине а шурпа на баранине так пока поставлю у его плечом по2 02 пожари палочку пока пожарю палочку куриную у меня сегодня еще по меню должен был быть рыбный торт рыбный торт но в последний момент вечером вчера заказчица отказалась она сказала можно ли и на можно ли отказаться от рыбного торта курс гречи грибами вкуснятина вкуснятина да можно отказаться от рыбного торта и всего четыре человека конечно можно господи конечно можно я чего еще не сделала я же делаю всегда сегодняшние а не вчерашние это опять нож чешется как только в прямой эфир выхожу так мне чешется но что такое то утром вечером без разницы так водички для питья я себе налила и знаете почему еще есть не сворачивают рулет потому что у меня еще сыр я вовремя сыр не достала или духовочку быстренько суну его чтобы он принял температуру тела чтобы он был послушным поставить опыте у меня духовка оказалось продукты закупаете подготавливаете продукты что-то а между сухарики же хотел сделать продукты покупаю за день естественно заготовки из слоеного теста делаю делаю с вечера а жарю всегда выпечками встать сегодняшние заказчики смотрят я не знаю смотрят или не смотрят я не знаю может смотрят может не смотрят не знаю это фритюр разогревается фритюр сейчас сыр творожный приведет себя в порядок иногда если заказ большой я делаю с вечером шпатьюру лето с вечера забаковываю в пленку в колбаску и храню в холодильнике с утра я это все уже формирую когда мне есть время я делаю все это с утра так кому еще что не ответила вот поэтому не очень хорошо отказывается ну отказалась и отказалась я торт была намерена делать с утра обнимаем уже другая андашка пошла давай ножка работы хорошего дня продуктивного чтоб много окон продать час сетки москитные в ходу наверно она писала что вижу какой-то из музык да я видимо просмотрела что да вы что обалдеть ну значит значит здесь так ждем когда разогреется фритюр и ждем когда у меня масса творожный сыр я даже растерялась я даже растерялась так будем еще делать заправку для суда да обалдеть ладно так будем растерялась и что сегодня буду готовить курица пошла уже в духовку картофель по деревянски буду делать буду делать цезарь позднее последнюю самую очередь что у меня еще палочку палочку жарим шпинат на рулет ами меренгу меренгу меня игнорите я никого не игнорите девчонки я не игнори никого я могу просто пропустить да не не да не нервничаю просто растерялась я в любом случае буду делать то что я намерена делать это ничего не изменит сухарики я забыла про сухарики сухарики надо было ладно эти сухарики сделано другой на другой противень чтоб не не ждать сейчас ухо и а у меня же еще курица завтра будет вечер вектора строить у меня же жуку и курицу пожарить завтра и фильме будет самого утра завтра моя полная готовность я должна уже в 12 часов выдать полностью все весь заказ уксус масла так интересно зачем уксус масла что за вопрос я никогда не кладу никакой уксус в масло если кто-то вам что-то ответил про уксус это неверная информация недостоверная информация вы ждите от меня лучше ответ чем получать какой-то виктор остановитесь я не могу у меня уже виктор вы из какого города я даю ответ а кто-то если дает ответом может быть оказаться неверно поэтому сегодня сухарики знаете сделаем сегодня сухарики сделала решилась дать не кубиком как я обычно делаю купила хлеб такой знаете интересный укроп ты такой оренбург слава богу что далеко это я по-доброму по-доброму так шучу по-доброму хлебушек такой мягкий у крупный я думаю что он будет хорошо сочетаться в цезаре умеете такие крупные все смеются то что слава богу да так на духовке меня курица вещи сама та женщина ссылочку спасибо так все так кто кто-то если для новеньких а там даже модератор слова шипсы не не пошли вы знаете они сказали что все вкусно последний заказчик который щипсом сказать что все вкусно но наш на чипсах не акцентировали внимание не знаю но мне кажется все прикольно так для новичков кто если много кто новички закуски я делаю которые подвергаются тепловой обработки я делаю без перчаток а когда запуска уже не подвергаться тепловой обработки я естественно уже работают перчатках если кто-то сейчас думает что я на одну руку перчатку не делал пытаюсь просто опередить вопросы так еще для новичков попытаюсь уже опередить вопросы я не татарка я не татарка я русская новичок хорошо так готовлю на заказ готовлю на заказ банкета фуршета и просто праздничные столы вот такие вместе не будут сухарики в цезарь и пор планы предмет родом оттуда в цезарь идут по-разному можно делать кубики можете вот такие большие ломтики так все ну что пока будет ждать свой черед вот эти ломтики у меня же у меня же у меня же ходят да и не знаю что потому что многие спрашивают а так они то так я не знаю что спрашивают и спрашивают каждый раз спрашивают поэтому пытаюсь опередить так для новичков я пью воду из крана почему у меня скважина у меня скважина и у меня фильтры поэтому пью прям при вас воду из крана где обучалась я пор я повар кулинар я заканчивала учили суть я с училищем с училища не я такая с училищем так гриль у меня еще этот самый фритер не разогрелся все хочу завернуть мерингу а уже место на меренгу нет крем крем все пошел холодильник вот такая у нас палочка спасибо еще вот такая раз палочка куриная из куриного фарша внутри сыр мягкий и бекон и там еще очень при нарезке будет смотреться хорошо разряд у меня 4 леченки 4 разряд я сразу говорю всем всем что я много лет я 30 лет не работала в общественном питании то есть мы все занимались бизнесом и вот пять лет как я начала снова вернулась к своей профессии поэтому поэтому не достигла я шеф-повар шеф-повар у меня много посуды у меня очень вот у меня есть такую как сказать бойлерная котельная вот у меня тут все полки прямо такие коробки где мне все хранится вот тут с вами эклира готовлю ну и хорошо так вот не достигла я титула шеф-повар естественно уже его просто не наверстать ну это нужно время это уже время которого мне просто-напросто нет так скотин с кофе покончено так вы что у меня фритюр греется греется роллы кстати я купила еще рисовую бумагу я знаете хочу что мне какой-то тут сдвиг пошел дня три я же говорил уже в прямом эфире мне пошел сдвиг вы знаете что радует что у каждого сдвиги идут по-разному да у кого куда сдвиги у меня сдвиг пошел по крайне хочет я хочу правильно питаться может быть не настолько правильно чтобы совсем все это себе знаете вот замешивать и запекать вот это вот все наверное не настолько но буду ограничивать себя то есть шампанское уже не хочу ни коньяк не шампанское от слова совсем не хочу вот мой завтрак это яйца с помидорами обед тоже мне будет съесть с помидорами на что еще есть тарелка ухи то есть вот так вот питаться более более рассказать не калорийная и я ударилась еще зал и сегодня проплатила за тренера за индивидуального тренера в зале хочу себя сделать рельефную хочу линию плеча хочу плечо хочу все эти трицепсы бицепсы готовить страх хочу бояться начните со знакомых начните не быстро да и больше пить воды рыбу овощи рыбу мясо да никакой муки никаких круп ничего нет у меня семья моя семья вот пишет что на семья балуйте не балую семью совершенно у меня никто тогда вот ничего не ест может только ребенок ребенок любит вот такое все поесть можем рожки гречка вот такое вот нет 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 вот гости да а когда когда застолье вот крупное застолье тогда конечно я наготавливаю для дома так сколько мне лет мне 51 год я абсолютно взрослая тетя такая красотка из ехать я всю жизнь хожу в мягком теле я хожу всю жизнь мягком теле я хочу быть такое чтобы так вот чтобы вот так вот чтобы вот так вот хочу но это хочу немножко съехала у меня время закончилось ну что фритюр фритюр уже готов хочу ходить вот в таком теле вот в таком в твердом не в мягком хочу это еще еще раз говорю это не значит что я достигну я так-то слабохарактерная ладно сейчас жарим палочку потом это все это отсюда убираю протираю заворачиваем меренгу все по порядку спасибо а буду еще еще лучше так про палочку проговорила на счет пара палочкам ровесники ура мы ровесники палочка здесь у меня с беконом сыром и с овощами потом посмотрите как будет в нарезке а потом не объяснят что не объяснят что не объяснят что именно не объяснят не поняла вопрос если бы я выдела со 100 килограмм к примеру до до 60 до там было бы что у меня в принципе особо то ведь нечему особо довести ты не чем много масла маловато нужно чтобы чтобы покрыла ладно переверну в общем как-то думала что хватит масло стараюсь много не заливать потому что она перегорает дома заведуете сдать дома заведующие фритюр да да я поэтому я же покупала фритюр для того чтобы какие-то блюда готовить во фритюре так девчонки хочу пить давайте кому с вами выпьем давайте выпьем за знакомство давайте выпьем с моими постоянными пьющими на зрителями кто со мной постоянно нужно пить воду много меня сегодня подружка звала она то пойдем-ка мы с тобой вечерком куда-нибудь сходим в гости к мне давай пять часов освобождаюсь на вокзале и я абсолютно свободно я могу с тобой хоть куда и она приглашает меня куда-то в гости с ребенком я дома просто в кафе посидеть то там пару часиков и все у меня же завтра тоже заказ у меня завтра заказ ранний по знаку зодиака я огненный знак я огонь я стрелец и петух стрелец и петух да вот я такая день рождения у меня зимой 16 декабря пусть жарится сколько время кстати не засекла пусть будет 1154 пусть будет четыре минуты сейчас чтобы не перевернуть его время чтоб пожарилась еще никто еще не принимают розыгрыш на моей страничке кто еще не принимает розыгрыш на моей страничке в instagram идет розыгрыш видны что огонь спасибо на моей страничке в instagram идет розыгрыш кукол куклы великолепно кукла отличная красивая эти куклы делаются по вашей фотографии заходите вы своей лучшей подруге подарить вот такую мелкую кудрявую бестию 69 мелкую кудрявую бестию ну к примеру как ваша подруга вы высылаете фотографию высылаете фотографию и вам вину такую куклу так у меня был звонок девочки меня был звонок и наверное зависим от весна вы хорошо что от весна классная эфира приятно спасибо большое девчонки спасибо я знаю вы не самое классно много эфиров есть кто девочки готовят так мельком гляжу смотрю есть девчонки готовят стараются есть есть кто-то что-то новенькое показывает вот моя палочка сейчас еще чуть-чуть ее додержу даже я выключу сейчас уже выключу нафиг потому что фритюр горячий у меня дети проснулись только подключилась готовлю заказ заказ небольшой на четыре человека но кушать будут долго кушать будут поздно встречать гостей сейчас готовлю настоящий момент палочку куриную потом она остынет я покажу его разве не смотрится очень интересно поедает точно так же в духовке стоит у меня курица бескостная за это говорите даже не говорите так никогда вот возьмите и поучаствуйте так в духовке курица бескостная с адыгейским сыром буду делать картофель блин сейчас завернем меренгу и будем заворачивать шпинатный рулет ссылку на подружек делать вы попросите подружек попросите подружек чтобы они скинули вам живую ссылку ваша подружка заходит в свой профиль в свой профиль заходит в свои настройки и нажимает как как она написана нажимает и пишет копировать и все получается через собака живая живая ссылка и отправлять вам добрый день вы профессионализм так я я повар кулинар по по образованию но много 30 лет не работала как только я ушла в декрет с первым сыном старшему сыну у меня 29 лет как я только что в декрете больше общественном питании не возвращалась в общественно питание дала мне очень большую базу а надо же так такое увидела я такое увидела в этой жизни что если бы я не работал я бы не знала что такое общественное питание как как все это делать не на рулет будете вот только зажарю вот только неа зажарю уберу с остановить все не буду заворачивать и шпинатный рулет и мереры все уже дожаривается без без огня не забудьте творог не забудьте творог не забудьте творог не забудьте где же вы раньше то были с творогом а сейчас были ну мне еще если что есть запасной блин забыла забыла про творог все палочки готова пусть от пусть остывает куколки для внуков участвуйте участвовать друг а вдруг сынать выигрыш будет однозначно будет розыгрыш будет розыгрыш будет в прямом эфире то есть без всяких подвохов без всяких обманов все несколько раз я ведь мы не видела так у нашу так ладно палочка в стороночку в стороночку сейчас посмотрим что у нас случилось что ну вот здесь я это даже я не вижу я же не умышленно вот вот вам как сказать показатель да что я не умышленно не отвечаю я реально бывает не вижу так где мы салфетки кто мы салфетки я реально бывает не вижу в казани до понравился межулина из авокадо понравилось как рыба подается вместе с бокалом это будет больше больше ничего все я уже все убрала кипящее масло все посмотрим что произошло с нашим творожным сыром эх эх ивановна он у меня запекся она даже она сварит не то чтобы сварилась то есть это упаковка 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 сейчас посмотрю ни разу не пробовал творожный сыр в готовом виде в таком да нет это сказать нет скачу скачу рила эту упаковку скачу римом сыр нормально он ничего не нормально что мы может он там сварился свернулся я не знаю так вы еще можете готовить и отвечаете так вот отвечая тоже через вас видите что даже не вижу подсказок не говоря уже о ответах подсказки не вижу ну что шпинат варолитик ну и слава богу да я думала узнать и знаете как творог сворачивается при высокой температуре вот про коврик просиликоновый никогда в жизни от пергаментной бумаги вот так вы не вы не отделите ни за что у вас все равно прилипнет силиконизированный не силиконизированный без разницы прилипнет и все не знаю по не получилось все шпинат остывший шпинат должен нас полежать шпинат должен полежать именно в рулете чтобы он теплый он слипнется и будет держать форму при нарезке так подавать сегодня буду на одноразовой посуде потому что мы заказчицы не встречаемся в дальнейшем не пересекаемся то есть мы территориально далеки друг от друга шпинат буквально прокипячиваю он буквально знаете минутку и все ой слава богу творог не свернулся и так переживаю как вы завалитесь на своей кухне спасибо большое я не то что творю я еще и вытворяю видите запекаю в упаковке сыр творожный кстати вот такой рулет может даже из селедкой из скумблей такой ряд может делать вообще знаете даже даже с консервой будет прикольно вот взяли как консерву горбушу отлили из нее влагу вот выдавили влагу добавили туда лучка ошпаренного мелко-мелко-мелко-мелко-мелко добавлю яичко в терку и вот размазали вкусно будет не обязательно взять с форелью столько есть разных импровизации просто когда заказчик заказывает он видит картинку и все он не может творожный сыр это не творог это творожный сыр он не может импровизировать а когда я готовлю меня уже идут импровизация уже как сказать на устах а сделать а делать некому чем может заменить замените фасолью стручковой если не можете магазина найти шпинат у меня был такой случай что не могла найти шпинат я заменяла стручковой фасолью цвет не такой яркий но по вкусовым вполне 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 то есть можно вырулить полном в следующем эфире покажет так девочки всегда говорила о том что я повар кулинар но на роллы я не обучена нет не покажу я делаю делаю для себя для своей семьи роллы но чтобы кого-то учить этому нет не готова долго не был в духовке можно вкус изменился сыр на вкус изменился сейчас попробуем он тепленький он тепленький но нет он никак не изменился хороший мягкий послушный податливый сыр ничего нет нет как заморозить шпинат как и ягоды как грибов и наверное потому что так же как зелень как мы зелень замораживаем на как-то также замораживать спинат я просто не замораживает покупая в магазине готовые шпинат о я покупаю сразу покупаю сразу упаковки 33 упаковки покупаю чтобы у меня было чтобы знать чтобы я за ним бегает не буду потому что действительно бывает такое что кирzenia не бывает все заворачивая все должен измениться он только плавится так все пусть лежит остывает холодильнике палочка остывает палочка остывает рулет остывает сколько грамм по стандартному шпинатному рулету я кладу 3 это просто уменьшенная доза здесь потому что заказчика мало человек я кладу 200 грамм шпината 50 грамм муки 3 яйца 200 грамм творожного сыра и 150 грамм рыбы форели здесь идет меньше здесь на двое здесь идет меньше здесь на двое соответственно пропорция чуть-чуть чуть-чуть уменьшена там 37 грамм муки то есть нужно высчитывать так все все будем сворачивать меню давайте мы с вами выпьем может пропитаться оберточной пленкой смысле пропитаться оберточной пленкой не по не поняла что здесь пропитаться оберточной пленкой не поняла ладно оставим это в покое не будем заморачиваться сейчас я быстренько сверну коробку сухарики 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 курица прошло у меня 30 минут температура 180 градусов сейчас я уменьшаю до 160 градусов и ставлю на 40 минут как на 40 не поставил пью водичка давайте ка еще с вами выпьем давайте пьем пока утром нужно пить вечером уже не пьем вечером будем писать без конца не распакованы коробки у меня еще посылки не отправлены на коробке вон стоят на диване 4 коробки еще не могу я попросила ребенка зарегистрируй меня в этом на почте россии чтобы не отправить коробки вам давай завтра так подчинки все правильно подказывает мой модера как татьяна личинки прямой эфир это прямой эфир туда много болтовни много что-то недосказано много что-то нет не замечено даже мной даже для меня все есть закрытой группе там все пошагово все пошагово для тех кто кто экономит свое время это где девчонки смотрите как зайти в закрытую группу заходим шапку профиля тик ток мою отсюда и там есть ссылочка есть ссылочка нажимайте на ссылку и почитайте на 2 воды или нет в принципе кто любит готовить я думаю что надо 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 группа стоит дешевле чем вареная колбаса чем килограмм вареной колбасы курицу делаю сразу начинка я тоже делаю с блинчиками и с блинчиками должен с блинчиками более сложная форму допустим такое хорошее дело так ну что меренгу заворачиваем заворачиваем меренгу так ну ка яйца так место конечно как обычно мало так крем есть меренгу сейчас я принесу меренгу как правило выпекаю выпекаю со свечера лежит она у меня в таком состоянии ничего с ней не делается так 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 девчонки закрытой группе я помогаю вам если что-то непонятно видео обзорах все довожу голосовыми вы с вами работаю индивидуально то есть не просто там видео снято и все я прям с вами дорабатываю составление меню составление список продуктов на энное количество человек с вами дорабатывает именно голосовыми смс почему голосовыми у меня нет времени тыкать по клавишам пальчиком я еду за рулем я вам отвечаю голосовым я что-то делаю куда-то пошла и раз быстренько голос вам ответила на ваш вопрос что-то у вас не получается голосовым отвечают дети проснулись мы чем удобно чем удобно выстрелом потому что там голосовыми некий доброе утро так крем нужно еще крем оставить крем оставить чудо украшение меня сегодня уже 2 милинга строят несла одну на тренировку кто-то кто успел со мной сегодня с утра присоединились все хватит этого достаточно еще раз говорю я хочу попробовать сделать меренгу именно с кофе знаете как тирамису с утра об этом говорила хочу прям с кофе вы знаете прямо чтобы был аромат кофе что нарежешь а внутри такое вот может коричневый цвет и не даст технологии где вы где мои где технологии подскажите пожалуйста мне аромат кофе я не хочу покупать химозный вот знаете аромат кофе я хочу положить кофе может быть какого придется класть подскажите мне пожалуйста кто у нас кондитера как не добиться чтобы средств был коричневый что было пахло кофе кто у нас кондитера так пока никто не отвечает еще за просмотрю глаза добавьте в крем но это понятно просто цвет не даст тут нужно наверно кофе разбавлять где в воде или где или в креме растворяю или в креме растворяю где какого какого-то само по себе ну какого свой за а я хочу аромат кофе или так не делаю девочки подскажите пожалуйста мне как правильно сделать каковый кофе но как вариант да что и какао для цвета а кофе для аромата согласна растворимый кофе в сливки горячие в горячие сливки а потом что остужать ну понятно что в крем это понятно что не меренгу понятно что в крем это все понятно просто как именно их правильно растворять нет в тесто нет девочки давайте не будем делать тех подсказок которые вы не знаете не могу определиться я знаю что сейчас девочки маникюры зарабатывают очень даже неплохо вот это кулинария для души я не знаю это должно сердце вам подсказать сливки довести до кипения они потом будут хорошо взбиваться сливки просто я не работала чтобы сливки кипятить потом забивать я такого не пробовал и вкусно ли будет в принципе должно быть вкусно да девчонки вкусно бывают с кофе так должно быть вкусно вот тирамису она же с кофе она же вкусно орехи оставила еще на украшение откуда вы знаете знаем или нет но если вы подсказываете что нужно кофе добавлять в тесто ключевое слово тесто здесь нет теста это белки здесь нет капли муки поэтому я говорю давайте не будем говорить то чего вы не знаете вы уже даете неправильный ответ просто гореть я уже вижу по ответу что вы даете неправильно такое тесто это не тесто тем самым в заблуждении будете других ну-ка не сюда куда убежал я добавляю ликер и ликер да нет нет самая я добавляю сироп меренга ну светлая да она получает знать такая такой легкий крем цвет пудры цвет пудры получается все это вот я все выкидываю это все дело так для новичков сейчас скажу еще кое-что часть согласно что часть сливок согласно что не целиком да смотрите кто покупает кондит всяких кондитерский да вот эти вот меренги не они продают у них так вот ровно обрезан два края я не обрезаю я не не дадам заказчику мне этот кусок не нужен вовсе мне нужно поэтому я края не обрезаю у меня получается второй край немножечко такое но не ровным все поняли щенки спасибо подсказки я подняла я вас услышал где-то мне дети проснулись где-то еще не выбегают так вот точно будем оформлять криво с бегом с вами вместе замятой так сбегаю вместе замятой украсим мятой когда созреть клубника украшать малина 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 в том году украшала прям веточки прям веточки марина красненькие с листочками так красиво смотрится так курица стоит палочка остывает рулет остывает будем делать что будем готовить картошку на гриль картошку на гриль заправку на цезарь ну и цухарики вот сделала мама на зеленое масло спасибо большое зеленое масло лук с зеленым положить смотрите я делала мой модератор анатолий кстати я вот здесь не вижу ничего страшного каждого свои дела он делал с зеленым луком то есть все это же самое но с зеленым луком и он сказал что он не получается получается масло нежнее как-то свежее за счет зеленого лука но кто-то писал в комментариях что кому-то не понравилось я не могу сказать что мне не понравилось нормально попробуйте сделайте возьмите на небольших количествах сделать это зеленое масло нет я ничего плохого не почувствовала что как-то чем-то невкусно что-то как-то нет все все ок все абсолютно ок укроп петрушка зеленое масло очень вкусно вот я тоже делаю стандартно база это укроп это петрушка все соль и чеснок так это где я делаю один раз после него как она у меня сказал я сделала зеленый лук я поняла зеленого я делаю можно с ним можно без я не видела особо разница ну а кому-то кому-то и допустим четко чувствуется лук а я знаете какое дело лук-то у меня я же дело в прямом эфире зеленым луком у меня лук дикий лук дикий я сорвала такой к сказать небольшой пучок из этого дикого лука и сделала с диким луком так сейчас пойдем с вами заняты мяты украсим я беру коробку в холодильник чтобы он был холодненький у меня пойдемте сходим на улочку так переключить камеру ох хорошо в деревне летом скоро всю мяту здесь общеплю ароматная вкусная нужно эти нижние тоже рвать а то все головки срываю одни головочки срываю так дети у меня проснулись никит ее расчесываемся умываемся кстати мороженое купил это что такое за телефон папин господи а что с папином так расчесываемся хвосты завязываем и приводит порядок завтракаем так я посыпала орешки кистью дышки вишнице подводит меня отходи от стола . пришел тут не чудо ты умывался зло почистил гриша тоже так курица стоит сейчас с тортом разберемся еще некит мороженое в том холодильнике девчонки купила сегодня зашла заехала в светофор не стесняясь этого слова купила мороженого 16 штук мороженое называется альпенгольд в светофоре она стоит 32 90 представляете а в красном белом это же мороженое стоит 70 рублей есть разница в цене так я купила прямо 16 штук думаю пусть лежит в холодильнике у нас мальчишки сразу по мороженку съедят уже останется 14 где-то сколько вы уснули вчера 12 что поздно встали почему не знаю завязывать завязывайте гриша доброго утра в одинаковых футболках одинаковых футболках ой господи двечу чунда никита не так вчера и почту россии так и не сделал сегодня приезжают пройти загружаешь мне почту россии окей так есть плов вот яйца нужно есть по мороженку вот гриша хочет получаете да клюйте никит у меня два сына родных которых родных это никита и серёжа а гришка но это мой приемный сын так все коробочка пошла в холодильник так ну че ели что нибудь че вообще не ели что нибудь вообще а ну и че ну и че ну и че все че а точно так вот по мороженому мороженое альпенгольд в красном белом стоит 70 рублей будет 69 до а в светофоре стоит 3240 3240 представляете какая разница этот же альпенгольд великолепный мороженое так что не благодарите будет вкусное мороженое вкусное мороженое так заправка на соус на цезарь никого нет накачивать я ел так никита давай сегодня пораньше давай хоть пообщаемся с тобой ты мне хоть пусть у россии загрузишь я ничего сделать не могу все какие-то дела у меня так что мне осталось меренга есть шпинатный есть куриная палочка есть нужно засервировать гришу я пока не установила смотрят на меня вы установили грешу официально нет а картофель картофель будет сейчас заниматься картофелем картошку поставить сервировать буду в таких тарелках сегодня такие тарелки одноразовые но одноразовые многоразового пользу не просто я отдаю заказчику не чтобы не встречаться всего хорошего да поцелуй господи а кого родила вот а в одинаковых футболках спасибо спасибо пожалуйста диван на третьего даже заправили нет сказали да так про детей я уже всех всех запутала когда-то в своем интервью сколько у меня детей я сама уже запутала у меня еще кошка и собака тоже дети это же называют детьми так времени пол первого так то конечно еще рановато можно мне картофель вафельницы я не знаю честно честно спасибо за красивую я не считаю себя красивой считаю себя но обычно волосы у него была мысль осветлиться была мысль осветлиться потом виктор прекратите потом его мысль это покинуло и все а я не настаиваю не хочет и не надо сейчас дети самоутверждаются спасибо давайте-ка мы с вами выпьем виктор давайте-ка мы с вами выпьем нет все уехали все ушли сейчас думаю я осталась одна давайте виктор выпьем с вами за цветы за подарки давайте ваше здоровье спасибо вам большое вот стою и думаю не можете найти меня в инсте девчонки заходим давайте еще раз заходим шапка профиля выйдите сейчас из прямого эфира шапка профиля нажимайте на мою фотографию в тик токе в мою шапку профиля у вас высвечивается моя страничка моя шапка профиля и там есть иконочка инстаграм вы меня променяли Анатолий нет просто Виктор появился в моей жизни я вас не применяла Анатолий добрый день только что увидела так вот в шапке профиля есть иконочка инстаграм нажимаете на иконку давайте сейчас и отвлекаете мне смс своими нажимаете на иконку попадаете в попадаете на мой инстаграм где занимаюсь этим делом пять лет В инстаграм в инстаграм мои заказчики которые видят эти фотографии и читают что там что там что там что там иving в Инстаграм и nod и и и что выдан Просмотреть, как выложено блюдо, как оно засервировано, на какое количество человек. То есть это все просматривается в Инстаграм. В ТикТоке я выкладываю минутный видеообзор, если меня не заблокируют, минутный видеообзор с кратким описанием застолья. А в Инстаграм именно фотография. И в закрытой группе есть кто дорожит своим временем, свободным, кто хочет уметь готовить, как я. Потому что я готовлю, у меня своеобразная кухня, у меня своеобразная подача. Кому нравится, пожалуйста, в Инстаграм, в шапке, профиле ТикТоке есть ссылочка. Нажмите, почитайте про закрытую группу. Нажмите, почитайте. Так, кто-то задавал вопрос, зачем мне душевная кухня? А зачем вы ходите, как сказать, вы знаете, я занимаюсь вот этой душевной кухней, и при этом я получаю удовольствие. То есть моя работа с любовью. Кто-то ходит на работу и мучается, отсиживает свою смену, ему не нравится там работать, но там какая-то копейка прилипает. А мне нравится работать. Я уже настолько привыкла даже вести прямой эфир, хотя раньше очень стеснялась. Я думала, что я никогда не выйду в прямой эфир. Зачем вторая душевная кухня? Вторая душевная кухня. Зачем? Потому что первую блокируют. ТикТок блокирует. Надо, не надо. Кого надо, кого не надо. И поэтому, когда там будет тысяча подписчиков, и если эта страничка будет заблокирована, я буду вести прямую трансляцию с той страничкой. Обратите внимание, что очень много звезд, очень много тиктокеров, которые, все поняла, что я не поняла, поняла, которые, много страничек, потому что их блокируют. Сейчас тикток, вот я даже говорю о куколах, да? Прямая реклама кукол. Начну показывать, начну говорить, часто слово упоминать инстаграм, часто начну употреблять. Меня раз и заблокируют, потому что я делюсь не про тикток, говорю, а про другую группу. Поэтому, поэтому. Так, картошку сейчас буду. Так, поэтому. Так, что у меня с курицей там? Ага, курица запекается. Осталось мне 13 минут. Вот, видите, мою вторую аватарку. Вот моя вторая аватарка. Вот такая же. Это мой второй аккаунт, где я буду проводить прямые эфиры в случае блокировки вот этого основного. Да, девочки, я из самого Кирова. Девочки, мальчики тоже. Мальчики тоже. Все говорю, девочки. Оказывается, у меня еще мальчик есть. Как мне вас называть? Ребята. Да, ребята. Как мне вас называть? Ребята. Эх, лейся, масло, лейся там, гуще. Друзья, друзья, товарищи. А может, товарищи? Товарищи. Товарищи. Так, девчонки, мальчишки. Так, товарищи. Товарищи. Товарищи, это зеленое масло, которое мы делаем на моей страничке самостоятельно. Кто не вернется, как пела Аллегрова, не вернется никто назад, тот кто. Вот раз со мной покатается. Так вот, солю картошку вкусно, душевной солью, душевной солью. Вкусную соль мы уже переименовали в душевную, потому что мы ее сами делаем от души. Мы делаем так, как любят наши, как любят наши домашние. И спингроллы без сыра, только морковь и курицу. Тоже вкусно. Но сыр смягчает, сыр чуть-чуть смягчает. Так, и делаем зеленое масло тоже самостоятельно, хранится в холодильнике. И вот так, картошечка, картошечка обволакивается. Братцы, давайте буду говорить товарищи. Что-то как-то мержачное, не могу, товарищи. Потому что так никто не говорит. Все говорят, куколки, бусинки, друзья, все говорят так. А вот товарищи никто не говорит. Сколько хранится, ребята, товарищи, оно не хранится. Товарищи, масло не хранится. Масло съедается. Оно просто не съедается, оно сжирается, товарищи. Так, сейчас я лизну. Должно быть очень вкусным. То есть баланс, прям не могу, вы должны попробовать то, что вы замариновали. Если соли не хватаете, мы же СССР, товарищи, да. Давайте, товарищи. Вот даже зрители. Должно быть вкусно на вашей руке. Облизните обязательно товарищи руку свою. И должны знать, что у вас в блюде. Если у вас не хватит вкуса, значит вы должны довести вот этот продукт до вкуса. Как Ленин. Вперед, товарищи. Да, давайте у нас будет партия, своя партия. Душевная кухня. Давайте за это выпьем. Что-то меня поперло. Что-то меня поперло на смех. Сейчас у меня начнется дурачество. У кого-то привет сладкие. Да, да. Вот кто как называет. Да, сладкие. Полусладкие. Да, да, да. Товарищ Виктор. Отдельное спасибо. Сейчас у меня начнется ржак, а я не могу. Сейчас начнется лоха катать. Так, картошку подготовила, перец. Так, не знаю, со мной сейчас у меня, моя заказчица не со мной. Это мы не обговаривали. Обговаривали овощи, гриль. Я хочу сделать сегодня баклажан, именно обложить курицу, баклажан печеный на гриле с сыром чесноком. Это мы не обговаривали. Я не знаю, здесь, здесь моя, со мной, так, здесь, в общем, сыром чесноком заверну такие рулетики, выложу. Это мое произвольное, так сказать, решение, произвольное. Потому что все, выкинула эту формочку, в которую я выкидываю. Так. Так. Баклажан. Нет, перец порежу, просто порежу, вот так, выложу такими, этими. Или перец. Сейчас подумаю, как мне правильно порезать перец. Либо я выложу. Друзья уже есть. Друзья уже есть. Очень много говорят, здравствуйте, друзья мои. Ну что, друзья, приступим. Друзья уже есть. Поэтому не хочу повторяться, хочу быть индивидуальная. Перец порежу полукольцами, выложу по периметру, а вот так выложу баклажан. Все. Сообразила, поняла. Выкинула формочку. Куколки. Куколки уже есть. Есть куколки, есть бусинки, есть уже. Куколки хорошо. Лидия, добрый день. Куколки о мальчиках, как мне называть? Мальчиков. У нас же тут еще и мальчики есть. Нет, давайте, давайте, товарищи. Ведь ничего плохого. Ничего плохого в товарищах. Нет. Как-то поначалу, когда я только начала эти итоги, но не с самого начала, тоже была такая идея. Я говорю, девочки, как мне к вам обращаться? Мы все делали куриц, 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 куриц. Пупсики делали курицы. Я говорю, может, вас курочками называть ласково? Я говорю, ну, курочки мои. Я по-доброму. И кто-то написал, мы к вам на вы, а вы нас курицами называете. Я так, россияне. Давайте на товарищах. Остановимся. То есть, я хотела ласково, курочки, а у меня, короче, так и... Так, все. Это перец. Это у меня перец. Ага. Покажу, когда курица сделается. Так, на чем мы остановились? Сейчас вот курочка выключится. Телепузики? Не, не серьезно. Не серьезно, я же серьезная. Телепузики. Потом, знаете, как хейтеры, как налетят с телепузиками-то. Телепузики нет. Сухарики. Сухарики еще не в духовке. У меня еще курица занимает духовку. Сухарики еще нарезаны. Вот получится столько у меня рулетиков. Дальний восток, крошки. Крошка моя. Нет, пусть пока будут товарищи, пожалуйста. Нет, товарищи как-то понравилось, товарищи? Привудут товарищи. А потом, если что, перейдем, переименуем товарищи на не товарищи. Эти товарищи нам не товарищи. Пока товарищи согласны. Хорошо, спасибо, что за товарищи согласны. И над чем точите ножи? Голосуем за товарищей. Точу нож об нож, товарищи зрители, я точу нож об нож. Чем посыпаю, посыпаю душевной солью. Солью, которую делаем мы самостоятельно. Осталось у меня 5 минут до курицы. Так, что пока сделаю я? Пока, в принципе, я могу включить гриль. Пока пожарить могу на гриле вот эти вот. Товарищи, не очень. Так, дед, сто людей, сто мнений. Сто людей, сто мнений. Не хватает моего рабочего места здесь. Не хватает, не хватает, не хватает. Про сырники обещаю рассказать ни разу в жизни. У меня не получились сырники нормально. Так, про сырники я обещала. Когда я обещала рассказать, не помню, когда обещала, но не помню, когда обещала. Смотрите, сырники, если не получается, надо близко. Вместо муки добавляйте манку. И дайте манку, чтобы она настоялась. Примерно вот на одну пачку творога, ну, добавляйте ложки-две столовых манки. Ну, обязательно ванилин, там сахар, соль. Обязательно сахар и соль, чтобы вкус был. Ну, и формируйте сырники. Потом уже можно в муке. Друзей много уже слишком. Друзей уже много уже. Каждый блогер говорит... Спасибо большое за патюшка. Каждый блогер говорит, друзья, 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 товарищи. Будут говорить, дорогие мои товарищи. Или с мукой, с мукой обыкновенной плывут. Если плывут, значит, получается творог жидкий. Получается творог жидкий. Что за творог такой покупаете вы? Берите просто в пачках, в брикетах обычный творог. Он не может течь. Смотрите, еще течет. Если вы добавляете яйца, за счет яиц может быть масса жидкая. За счет яиц. Тогда вы эту массу делаете на запеканку. 9,5. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 9,5. Сколько яиц кладете? 3,5. Он же не должен быть жидким. Он должен быть нормальным творогом. Мальчики пустят на рыбалках. Нет, уж пусть мальчики тоже сама тут сидят. Мне тут есть у меня. И Анатолий у меня тут есть. Как же я на рыбалку отправлю? И вот тут Виктор у меня еще появился. Так, сейчас курица у меня доготавливается. Сейчас поставлю сухарики, а потом уже картофель. В сырнике суду не надо. Суду можно в запеканку, но не в сырнике. Сырники должны быть без соды. Ну, добавьте ложку муки, если уж у вас так много. Муки и манки. Ну, ложку муки, не больше. Две манки, одну ложку муки на пачку творога. Одно яйцо. Дайте постоять, чтобы бука дала свою клейковину, чтобы манка дала тоже свою вот эту вот. А можно и без яиц. Останутся и желтки от меренги. Положите желтки, пару желтков от меренги. Все. Так, сухарики у нас сегодня крупные. Сухарики у нас сегодня ломтиками. Жду, когда курица созреет. Поставлю сухарики. Сухарики быстренько подрумянятся. Сразу пеку, вот постоять не давала. Вот, потому что сразу печёте у вас не дала клейковину. Манка не разбухла. Вот поэтому давайте за это выпьем. За решение запеканку соль. Смотрите, соль, она должна, соль и сахар дают яркость вкуса. Если вы положите просто сахар, без соли. Там немножко соли. Мы же в блинчики кладём и соль, и сахар. Добрый день, девочки. И соль, и сахар. Для чего? Чтобы вкусовые рецепторы немножко по-другому раскрылись. Это будет слишком пусто, постно. Не будет яркого вот этого вот. Поэтому соль тоже щепотку добавляем на пачку творога. В баклажанчике в гуру поставлю перец. О, курочка. Курочка у меня запищала. Так, курица у меня запищала, и я оставляю ещё её на 10 минут без электроэнергии. Суды в запеканке не ложат. Вы чё? Кто-то кладёт, кто-то не кладёт. В сырнике нет, а запеканка вздуется. Можно класть, можно не класть. Пью водичку, к вашему удивлению, либо, к сожалению, напью водичку. Сейчас немножко-таки ещё баклажанчики чуть-чуть подержу. Ещё чуть-чуть подержу баклажанчики. Так, соду кладём ещё, когда делаем пончики, пончики творожные кладём. Вот я шарики катаю творожные, кладу соду тоже. Так, она только състывает. Вот я шарики катаю творожные кладём. Пышно получается. Делать суда не влияет на развалистость. Она влияет просто на пышность, вот и всё. То есть разваливаются сырники не от суда, а либо от яиц, либо нет клейковины в твороге, вот и всё. Это уже на любителя. Так, меринга готова, шпинат на рулет готов. Цезарь ещё рано, картофель, курица, куриная палочка. Перцы в гриле не принимают. А, не прилипают? Нет, не прилипают, нормально. Вот я сейчас сняла баклажан, абсолютно ничего не прилипло. Также и перцы в гриле тоже не прилипнут. Нет, нормально всё. Пусть стоят пока. Так, уберу гриль и буду делать, буду делать, что буду делать? Времени совсем ещё мало времени. В общем, знаете, что получается? В прямом эфире я оформлю шпинат-рулет, палочку, сделаю заправку на соус, на Цезарь и всё. Получается, потому что мне ещё рано заправлять салат, заправлять рано. Рано-рано. Я заправлю его прям под конец. Перед выездом заправлю Цезарь, поэтому делать в прямом эфире не буду. Сейчас скажу, что будет у нас завтра. Так, завтра что у нас будет? Завтра у нас 12 число. Греческие шпажки. Палочки куриные, вот такие же, как сегодня, две штуки. Сырная тарелка. Завтра буду оформлять сырную тарелку. Баклажан с сыром, с чесноком. Канапе с форелью на багете. И канапе на тостовом хлебе с мягким сыром и грудинкой, там с колбаской. Вот почему я взяла 4 заказа подряд, потому что это небольшие заказы. На какое время готовите? На вечер, пока больше ничего не буду. Даже курицу оформлять не буду, повезу. Хотя она все равно остынет. Она остынет все равно. У них же гости приедут. Когда? Сколько у вас гости приедут? Часов в 10. Часов в 10 приедут вечера. Пока они доедут. Пока они доедут. В общем, куда же, в принципе, курицу можно даже и оформлять. Откуда берут, берете? Заказчики сами предлагают, смотрят, в моих страничках. Я листаю, где-то листаю, где-то что-то выбираю. Очень много рецептов, но рецепты есть те, которые мне не пойдут. Я об этом знаю. Я делаю именно те новиночки, которые у меня пойдут. И то бывает, ошибаюсь. Была сделаю, а не идет. Как-то вот отошли на задний план. Раньше очень часто готовила окорочка, фаршированную грибами. То есть окорочок, а без кости. Вот достаю кость, начиняю, прокручиваю фарш, делаю чесноком, с грибами начиняю. Как-то ушли на задний план. Дальше. Голень в тесте. Тоже люди как-то подзабыли. Хотя блюдо вкусное. Что и окорочка, что голень в тесте. Как-то подзабыли. То есть нужно напоминать моему заказчику, выкладывать фотографии, обновлять. Заказчики заказывают по тем фотографиям, которые видят предыдущие. И мне охота куда-то там лазить далеко-далеко по моей ленте. Они буквально тут полистали и всё. И получается всё. Это же, это же, это же, это же. Значит я буду курицу доставать. Так, девчонки, гриль бездействует. Но я не знаю, я пользуюсь грилем. У меня ребёнок любит делать шаурму, прогревает на гриле. Допустим, бургеры прогреваем на гриле. Подумайте, нужен ли он вам. Будете ли вы, а то может быть простаивать будет и всё. Гриль должен, любая вещь купленная должна функционировать. Должна нести функционал. Если она будет не функциональна, покупать смысла нет. Перец ещё сырой. Дома, наверное, часто готовят окорочка. Я делаю окорочка банкетные. Я говорю, окорочка фаршированная. Не просто укорожайные. Я такие блюда вообще не делаю. Я достаю кости изнутри. Вычищаю полностью, снимаю кожу. И эту кожу на шпиговую уже фаршем, с грибами, с чесноком, с мякотью. Украина, добрый день. Какой роллы люблю, которые я делать не умею, которые я делаю, роллы по-домашнему. Я люблю роллы, я всегда готова их есть. Мне нравится спринглу роллы. На рисовом бумаге опять купила рисовую бумагу, прямо вот хочу их. Так, значит, ещё раз, девчонки, давайте сейчас, не знаю, покажу вам, доделаю, покажу куклы, которые вот для новичков, для новичков, какие куклы разыгрываются на моей основной страничке. В инстаграм, девчонки, участвуйте в конкурсах. Во сколько с тем завтра в шампиньоны не пошли, фаршированные не пошли, хотя мне вкусно. Готовите фаршированный окорочок. Пригласите на показ. В закрытой группе есть фаршированный окорочок, там есть всё. Шампиньоны не пошли, не знаю, мне вкусно, мне прикольно. Как-то заказчик вовремя не подхватил эту идею, и всё пошло как-то вот на нет, как-то, не знаю, мне понравилось. Так, ну что, перец сейчас доготавливается, курица тоже там стоит. Помалкивает. Как участвовать? Вы заходите, подписываете на мою страничку в инстаграм, находите там, где я говорю, о, розыгрыш, та-та-та-та, 16-го числа. И там вы почитаете условия конкурса. Участвуйте. Но вдруг, не говорите так, не засылайте вселенную, не посылайте вселенную вот это, что я, не получится. Не посылайте, господи, ну а вдруг. Условия-то простые, просто нужно подписаться, поставить лайк, вот и всё, отметить двух подруг, и всё. Тарталетки я покупаю. Покупаю тарталетки всегда именно кировского хлеба комбината. Они свежайшие у нас, свежайшие. Магнитоцкие, пятёркинские, не покупаю. Как-то я с ними сталкивалась, может быть, я так получилась, что я наткнулась на несвежее. Мне не понравилось. Хотя сроки годности были указаны в норме. Но мне не понравилось тесто. Тесто, знаете, как будто деревянное, как картонное. Поэтому я покупаю только кировского хлеба комбината. Они тают во рту. Кто-то мне писал в комментариях, сейчас вспомнила по пути, пока говорю про тарталетки, что тарталетки засохнут, где они не засыхают. Они настолько мягкие. Жульен ещё и они не размокают. Если жульен загустит, правильно сделать жульен, они просто тают во рту. У меня есть заказчики, которые постоянно одно и то же заказывают. Тарталетки, тарталетки, тарталетки. Так, всё, по которым, пусть немножко остывает. Буду доставать курицу. Ой, горячо, 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 горячо. Так, наша корочка. Розыгрыш будет 16 числа в 16.00. В 16.00 будет розыгрыш. Будет в прямом эфире в Инстаграм, поэтому в Инстаграм нужно подписаться. Нужно все условия розыгрыша соблюсти, потому что мой ребёнок, и я буду снимать это в прямом эфире, мы будем проверять, выполнили ли все условия розыгрыша. Нужно отметить двух подруг, нужно поставить лайк. Ну, всё, собственно, всё. И подписаться на группу Куклы Киров. Так, по тарталеткам я уже не выговариваю. День рождения мне будет 14 лет. 14 лет, и меня такие дети смотрят. 14 лет меня смотрят. Очень рады, девчонки. Учитесь готовить. Маленькие учись, сейчас такие девочки, потому что ничего делать не умеют. Учитесь готовить, вас будут ценить. Сказала Инна и подумала. Ну, конечно, не каждый мужчина это оценит, но близкие будут ценить. Сейчас просто такие мужчины пошли. Сейчас опять тема поднимется про мужчин. Вас будут ценить. Учитесь готовить. Учитесь готовить. Учитесь. Самое приятное. Так, ну что, сейчас ждём сухарики. 16 день рождения. У меня 16 декабря день рождения. Так, сухарики сейчас делаются быстренько. Корочку разрежу, когда она немножко, когда белок сожмётся. Белок должен сжаться, потом режу, она форму не теряет. А пока можно, в принципе, сделать соус. Соус на цызарь. И молодой дочь тоже вас любит. То есть, 13 лет очень хорошо, значит, девчонки интересуются кулинарией. Сейчас на самом деле все эти фастфуды, никто ничего дома не делает. Посуду мыть не приучено. Я всегда говорю о том, что приучайте ваших домашних, близких. Мне всегда сын чистит чеснок, чистит морковь. Ну, бывает, конечно, что не начищено. Но когда мне нужно, я говорю, потри мне сыр, начистим мне морковь. Как отметить подруг, спросите у подруг. Это нужно скопировать ссылку. Живую ссылку. Это была живая ссылка, девочки. Время еще есть, так что узнайте. Зайдите в комментарии, посмотрите, как там отмечены подруги. Зайдите в комментарии, посмотрите. Только участвуйте в том розыгрыше, где я говорю о розыгрыше. А не где, как сказать, я там говорю, конкурс продолжается. То есть, нужно на основной розыгрыш зайти. Так, ну что, соус для цезаря. Вчера вот дети мне начистили много чеснока. Начистили мы в целую чашку. Покажите курицу. Ну, курице пока вот нечего смотреть. На год уезжает в командировку, говорит, учи готовить хоть что-нибудь. А как учить-то? Кого можно учить готовить или что? Учить или учить не поняла? Так, а где у меня хрен? Хрен, 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 хрен. Хрен, 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 хрен. Хрен, хрен, хрен. Где у меня хрен? С вездными рождениями. Так. Мужчина не нравится, когда не готовит, а когда готовит, не ценит. Я эту тему не стала поднимать. А не ценит просто, знаете, нет, не ценит. Просто это приходит в норму. Норма жизни. Так, кладу два вида горчицы, кладу два вида горчицы, дижонская и русская, хрен, столовый, чеснок, зеленое масло, сметану, огурец, прям вот рассольчик, потому что сметана густая, а соус должен у нас обволакивать. Нормально должен лечь, так сказать, на листья айсберга. Они не такой, чтобы он, знаете, стоял. Кто новички? Я говорю, что этот соус, он типа а-ля соус тартар, но это не соус тартар. В соусе тартара нет вкусной соли, в соусе тартар нет этого самого хрена. И в соусе тартар нет зеленого масла. Спасибо большое, душа отдыхает, спасибо большое. Мне такого еще никто не говорил, что душа отдыхает. То есть доводим соус до вкусного состояния. Если у вас не доведен, значит нужно лизнуть, лизнуть и попробовать. Так, я сейчас проверю быстренько сухари. У меня сухари бы там нет. Так, что я хотела, что я хотела? А, вкусная соль. Вкусная соль. Девочки, я это делаю на соль и сметану. Никакого майонеза. Кто-то делает из желтков, добавляя растительное масло, все это взбивает, но это получается майонез. У меня получается менее жирный, менее жирный. И соус должен быть вкусным. Вот эти все резкие приправы, горчица, хрен, вот вкусная соль, да? Сметана, вот это масло зеленое, придает немножко жирность такую. Чеснок. Хочу еще горчицу добавить чуть-чуть. Зачем мне этот соус? Этот соус пойдет у меня... Смотри, вот эта горчица, она вроде тоже как бы зернистая, но она перемолотая, она такая, как сказать, ядреная, более чем вот эта зернистая. Соус должен быть вкусным, он должен быть, чтобы рецепторы ваши визжали. Огурец стерла, да. Огурец немножко подлила туда еще этого самого. Рассульчик. Так, мне главное, по сухари, про сухари не забыть. Все, соус готов. Пусть он пока ее в холодильнике, потому что я цезарь пока заправлять не буду еще слишком рано. Пусть он там стоит, пусть он там балдеет. Сейчас оформлю с вами тарелочку. Так что, ответьте, что просмотрела. Давайте-ка с вами выпьем. Оформлю с вами одну тарелочку и, собственно, все. Остальное оставлю на потом, потому что еще время не подошло, еще рано. По, значит, смотрите, фотографии вы увидите все в Инстаграм, в открытой, на моей открытой страничке. Видеообзор полного застолья, который мы сегодня с вами делали, увидите в ТикТоке, в минутном видеообзоре. Ну и все рецепты есть по бескустной курице, по зеленому маслу, по вкусной соли. Все эти рецепты есть у меня в закрытой группе. Где, если что-то будет непонятно, я с вами проработаю, дорасскажу, дообъясняю. А вот, что-то будет непонятное. Так, сухари, 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 сухари. Так, сухари, досушивайте, сейчас курицу переложу. Положу сюда, положу сюда картошку. Эта курица поедается без... Можно кратко про курицу, ничего кратко не получится. Хорошо, кратко. Мы достаем из курицы полностью, вот это все, весь каркас, весь скелет достаем из курицы. Курица мягкая. Курица режется великолепно, поедается без остатков. Это про курицу. Курица начиняется адыгейским сыром и чесноком, плюс зелень. Также курица начиняется другими начинками, крупами. Крупы. Булгур, рис, перловка. Что там еще? Греча. Очень вкусно получается. Блинами. Блинами. Очень вкусно получается. Так, все, это мне будет картофель запекаться. Так, девочки, я готовлю банкеты, фуршеты, просто праздничные столы на заказ. Кто что закажет, тот и готовит. Я исполнитель. Я, девочки, я исполнитель. Кому интересно, заходите на мою страничку, познакомьтесь. Полистайте ленточку, получите какие-то ответы на свои вопросы, допустим. Так, все. Сейчас буквально минутка еще досушатся эти сухарики. Я картофель уберу. Картофель уберу. Давайте сейчас я быстренько разрежу курочку в первом эфире. Тут она уже немножко подостыла. Просто покажу вам в разрезе, чисто для новичков. Потому что я приготовлю такую фунт. Приготовьте, сейчас я разрежу. Вот пока вот. Сейчас, побудьте, не уходите. И гостя, вы знаете, про палочку у меня нет. Про палочку. Сейчас я буду палочку нарезать. Сейчас я просто разрежу курицу. Вот смотрите. Вы можете курицу разрезать пополам. Можно курицу разрезать. Надо смотреть, сколько у вас есть. То есть у меня курица здесь небольшая, потому что количество людей у меня небольшое сегодня. Всего 4 человека, но есть будут долго. Я курицу просто подам. Вот эти, кстати, нитки все нужно снять. Вот эти все швы. Все это снимаем. Вот они все нам не нужны никуда. Это не должен видеть ваш гость за столом. Ваши все гости удивятся, когда вы начнете вот так вот резать курицу. Видите, вырежет там костей нет вообще. Ой. Она еще не совсем остыла. И вот смотрите. Вот она, адыгейский сыр. Чеснок очень вкусно. Видите? Пока я ее уберу, пока не буду выкладывать. Мне еще картофель не готов. То есть, чтобы мне ее засервировать, пусть пока вот лежит, вот вместе вот с этим буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль кончиком, пусть пока лежит в стороночке. Поняли, да? Что такое безвкусная курица, девчонки? Курицу часто делаю в прямых эфирах. И курица у меня есть. Это, конечно же, в закрытой группе. Все пошагово. Как правильно держать нож? Под каким направлением? Как все она делается? Все в закрытой группе. Все, курица, правда, получается, все ваши гости ахнут. А потом ахнете вы, напишите мне, что все довольны, все счастливы, а я буду радоваться вместе с вами. Так, сухари достаю. Все, сухарики. Если они подсохли, я их потом подсушу. Все, пошла картошка в духовку. Прямо сразу поставила 40 минут. Научилась. Довольно и хорошо, девчонки. Хорошо, кто научился. Большое спасибо за обратную связь. Так, сегодня цезарь у меня будет с двумя видами. С двумя видами сыра. Это пармезан и плесневелый сыр. Монтблю, он не вонючий, он не специфичный. Так, девочки, я пока пиццу, когда буду делать пиццу, я буду говорить про пиццу. Пока говорю о тех блюдах, которые здесь есть. Чтобы попасть в закрытую группу, либо просто вы мне пишите в инстаграм хочу закрытую группу, либо вот в шапке профиля тикток есть ссылочка. Вы можете сразу прочитать ссылочку. Там все написано, что такое закрытая группа, с чем ее едят. Ну и, собственно, всю связь я поддерживаю в инстаграм. В тикток на сообщения я практически вообще не отвечаю, потому что, знаете, я уже об этом говорила, столько спама лев пишут. Не пишут, скидывают. Скидывают, делятся какой-то фигней. Я не знаю, я, короче, даже не захожу. Я практически. Я в тикток отвечаю только на текстовые сообщения. А кто делится какими-то трансляциями со мной, у меня нет на это времени. Я эти видео не открываю вообще. Чем попало делиться, вот на самом деле? У меня нет времени, знаете, все смотреть. Что нужно, я посмотрю. Что нужно, я подписана на кого нужно. Ладно, какие-то дельные, но бывает такую чушь высылают, поэтому я в тикток, в личных смсах практически не отвечаю. Это может быть 2% из 100. Так, ну что, сейчас будем оформлять с вами рулет, и на этом я закончу прямой эфир на сегодня. На сегодня. Так, курица пока немножко подвинется. Вот здесь вот подвинется курочка. Так, шпинатный рулет, я надеюсь, что у меня уже застыл. Вижу новичков, давайте с вами выпьем. Готовьте по единым рецептам. Спасибо, Лидия. Ой, галкозно. Я люблю эту женщину. Так и так интересно, я люблю эту женщину. Товарищи мои, спасибо вам. Спасибо, товарищи. Спасибо. Так, хорошо находиться дома одной. Шпинатный рулет мы не запекаем. Мы запекаем бисквит зеленый шпинатный. А рулет мы потом скручиваем, мы его не запекаем. Так, начала говорить, что так хорошо быть одной. Че хочу, то я говорю. Че хочу, то я говорю. Так, эта вот палочка уже остыла, то есть ее можно уже нарезать. Шпинатный рулет у нас слижался. Надеюсь, что слижался. Так, я, наверное, подам в емкости поменьше. Если не войдет, переложу на емкость побольше. Такое ощущение, что у нас дождь собирается. Вот такое у меня ощущение. Так. Так, ножи нужны мне, но острые ножи. Очень-очень-очень острые ножи нужны мне. Немножко потачу. Гром гремит. Вот у нас тут прям пасмурно. Вот вчера ночью еще мальчишки купались в бассейне. Сейчас, подождите. Посуды, да? Вот я снимала видеообзор. Кто видел мой видеообзор, грязной посуде, когда у меня остается посуда после банкета, потому что мне никогда мыть. Я вот туда скидываю, 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 а потом уже, когда я уже все это самое выдам, я потом уже посуду начинаю тут разгребать, мыть. Ну что, наша палочка, выручалочка. А может и не войдет, может сразу на большой тарелке не раскладывать. Эх, эх, эх. Будут сразу на большой тарелке. Я думаю, что не войдет. Просто перекладывать не хочется потом. Что у меня в духовке? У меня в духовке картофель. Все, температура. Температура проверила. Ну что, поехали. В Москве дожди. Если в Москве дожди, значит, у нас тоже будут дожди. Хотя, сейчас вот чувствую, палочка еще чуть-чуть такая, чуть-чуть. Дев, получается вкусно. А что такое пищит у меня? Внутри бекон, внутри сыр и внутри овощи. Тут может быть и перчик, может быть, зелененькая стручковая фасоль. Буквально по чуть-чуть. Для того, чтобы на предсрезе был какой-то цвет. Можно сюда положить кукурузу, перчик болгарский. То есть, нормально. Вот когда я делала эти палочки, я делала вес для себя, чтобы мне было удобно работать, чтобы было на компанию. Я взяла вес 200 грамм фарша. И сначала думала разрезать на 4 части, потом поняла, нет. 4 части это очень много. Получаются слишком крупные куски. Эту часть я делю еще на 3 части. Получается у меня 6, получается 6 частей. 6 частей нормальных, съедаемых частей, которые прекрасно помещаются в рот. То есть, наша закуска должна прекрасно поместиться в рот. А смотри, я сейчас вижу, даже получилось 8. И ведь неплохо, они получились по сантиметру. Вот смотрите, вот срез фасолинка, видите, фасолинка, перчик, сыр хорошо просматривается. Вот, получилось 8. И не толстой, даже буду делать 8. То есть, для меня еще это новое, новое блюдо. Но вкусненькое. Знаете, чем хорошо? Сыр, который мягкий, вот, знаете, в упаковках. Типа президент, вот эти сыры, они, вот если простой сыр положить, типа там гаудать, что-то такое, он потом при охлаждении задеревенеет. Он примет первоначальный свой вот этот вид, А вот этот сыр мягкий, он остается мягким. Вот в чем изюминка мягкого сыра, что он остается мягким. Так, девочки, такие палочки мы делали в прямом, в эфире. Сейчас уже просто я обжаривала этот полуфабрикат. И такие палочки, конечно же, конечно же, есть в закрытой группе. Естественно же есть. Так, хочу вот сделать двойной ряд, вот так, двойной ряд, чтобы шпинатный рулет лег у меня сюда. Ну и жопки тоже положу. Маринуете, горький перец на зиму. Нет, горький нет, у меня никто его не ест. Я мариную болгарский перец. Болгарский у меня едят в этом. Перец фаршированный. Вверх, панировка. Я за шпинатного рулета. Так, рулет, рулет, рулет. Где у меня рулет? Вверх, мука, яйцо, сухари. Сухари у меня крошка, крошка эта самая, сухарная панировка и кукурузная. Я смешивала их. Мы обжарим в фритюре. Нож вычищаю, вытираю, потому что творожный крем прямо липнет к ножу и получается я весь рулет испачкаю. Вот в этом и все. Получится некрасиво. Рулет шпинатный нет, а вот этот куриный, да. Я в группе все это прописываю. Я в группе всегда прописываю, которые можно заморозить и потом после разморозки будет вкусно. Все это я прописываю. Шпинатный не пойдет, нет. Все бы ничего, даже бисквит можно заморозить. Но творожный сыр, он потом, получается, что он расслаивается. Нет, я не пробовала, во-вторых, я думаю, уверена, что нельзя. Можете попробовать. Допустим, что-то не пошло, взяли, заморозили, заморозили, а потом нам сказали. Так, все вам видно, видно? Видно лицо? Видно. А может быть, великая будет большая тарелка, сейчас вот не знаю. Влага, влага, согласна влага, да. Маринаде он не горький, Маринаде он не горький. Это, наверное, вопрос не ко мне. Дождь ведь будет, Дождь, точно ведь будет дождь. Дворожный сыр расслаиваю. Вот, вот я про что и говорю, дворожный сыр расслаивается, да, поэтому не стоит делать то, чего делать не надо. Есть закуски, которые можно, всегда об этом проговариваю, в закрытой группе, всегда проговариваю, когда помогаю составить меню, или как вам лучше сделать свой распорядок. Вы должны сделать вот это, вот это, вот это заранее, потом вам просто это время, ваше приготовление уменьшит, чтобы в последний день приготовления не упасть. Все это я проговариваю. Так, ну что, осталось совсем чуть-чуть. Только зашла. Дичонки, сейчас уже заканчиваю, уже. У меня сейчас, вот я просто уже сервирую тарелку, уже заканчиваю. выложу все, выложу все в ТикТоке, минутный видеообзор, что я сегодня, что мы сегодня приготовили в прямом эфире. Все выложу в ТикТоке, в минутном обзоре. Выложу все фотографии, выложу все в Инстаграм. И вот сейчас думаю, как мне еще украсить вот эту серединочку. Что-то мне хочется сюда добавить. Что мне сюда добавить? Может, мне вот-то морковочку сюда добавить, как-то красивенько украсить. А про горький перец поняла. Что-то мне хочется сюда добавить, не знаю пока что. В общем, ладно, либо если я соображу, чем украсить морковку. Морковку, наверное, сделаю. А пошла-ка я за морковкой. Если у вас время есть, пошла-ка я за морковкой. Морковка. Думаю, что мне из морковки сделать? Приндорчики или зелень? Второй куриный. Один шпинат, второй куриный. Хочу добавить яркую краску. Не факт, что это морковь кто-то съест. Морковь сейчас такая большая морковина. Куриная палочка в закрытой группе девочки есть, конечно, есть. На ходу думаю, как я черные оливки. Думаю, как я буду украшать. Сейчас вот на ходу придумываю. Сейчас сделаю такой небольшой пилиппе. Извини. Извиняю, Мария. Извиняю. Извиняю. Марш, что мы сегодня решили по вечеру? Пойдем сегодня куда-нибудь, нет? У меня тут подружка, которая, которая, хотела сегодня пригласить меня куда-то. После пяти я абсолютно свободна. Так, что там? Да. Сейчас соорудю. Только я с тремя детьми. Почему с тремя-то? Почему с тремя? Не с тремя. Не с тремя. Сейчас соберу морковь сырая. Украшение в принципе не обязательно есть. Это просто украшение. Кто захочет, захочет, пусть схромкает. Почему бы и нет? Почему бы и нет, да? Пошли к Лене. Какой Лене? У меня нет Лен. У тебя тоже нет Лен. Маша, у тебя Лен нет. Какой Лене мы пойдем? Так, забыла сюда положить. Так, у меня нет открытой банки оливок. Нет совсем. Так-то бы, конечно, бы... Морковь для красоты, да. Так-то бы, конечно, бы... А вот еще листочек сюда возьму. Листочек зеленый, да? Так-то бы, конечно, оливочку... Не помешала бы черненькую, но... У меня нет банки. А из одной оливки я открывать банку не хочу. Которую по канапе с форелью, а то записано не надо. Так, канапе с форелью... Кстати, говорили, я пока про канапе с форелью из слоеного сыра, ой, тесто или нет. Я, кстати, помню вашу просьбу. Из слоеного теста вы имеете в виду, Людмила? Или на багете? Или на крекерах? Потому что задумки разные есть. У меня есть, у меня в голове-то есть. Я знаю, что должна снять. Я знаю, что мне там видео не пошло. Из чего? А, из слоеного. Из слоеного нужно сдать заказ. Если это должна выпекать, должен дождаться заказа. Пока не могу. Я могу, если нужно, я вам в личное сообщение, я вам все расскажу. Отправила одно и то же можно. Сообщение отправила. Может пригодиться так хорошо. Людмила, напишите мне лично, я вас прогоню в густной форме по слоеному тесту. Просто пока заказа нет, мне некуда делать просто. Некуда. Все под заказ. Крекеры специально купила. Почему не зелень, листья салатные? Давайте так. Еще раз, кто? Я делаю из того, что у меня есть. Понимаете? Листья салатные у меня здесь по меню никак не идут. Вот я поставлю вот такую пирамидку. Вот такую пирамидочку поставлю сейчас. Оп, отпал кончик. Зачем ты мне отпал? Для чего ты мне отпал? Все. Вот сделаю такую пирамидочку и все. Мне будет интересно смотреться. В любом случае будет смотреться интересно. Вот. Пусть хоть так. Хоть какое-то яркое пятно. Это можно скушать. В любом случае лучше, чем было без украшений. Зеленое в рулете. В каком рулете? Дев. В этом рулете зеленое это фасоль. Здесь это шпинат. Девчонки, все. Давайте буду прощаться. Фотографии? Не, нормально, нормально. Лучше. Будем прощаться. Фотографии выложу в Instagram. Видеообзор выложу в TikTok. Да? Еще не забываем принимать участие на моей страничке в Instagram, девчонки. Кому интересно, кто экономит свое время, присоединяйтесь к закрытой группе. Закрытая группа в шапке профиля. Есть ссылочка. Почитайте, ознакомьтесь. На сегодня я заканчиваю. Завтра будем с вами в прямом эфире с самого утра. Не знаю, за скольки, наверное, часов с восьми. Завтра с восьми. Так что все. Пока прощаюсь. Девчонки, всем пока. Всем пока, кто был со мной. Все, пока прощаемся. Ну-ка, выключи.